Дамы и господа Вносятся знаки лауреатов государственных премий Российской Федерации Субтитры создавал DimaTorzok Дамы и господа Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин В зал приглашаются Академик Российской Академии Наук Евгений Николаевич Каблов Всемирно известный ученый в области современного материаловедения Его прикладные фундаментальные работы во многом обеспечивают передовое развитие целого ряда направлений отечественной промышленности Под руководством академика Каблова созданы уникальные высокотехнологичные производства металлических, керамических и композиционных материалов Для авиационной, ракетно-космической и специальной техники В том числе в рамках программ по импортозамещению Академик Российской Академии Наук Геннадий Яковлевич Красников Один из ведущих специалистов отечественной микро- и наноэлектроники Геннадий Яковлевич много лет успешно занимается созданием сверхбольших интегральных схем гражданского и специального назначения Вместе со своими коллегами способствуют решению задач их качественного промышленного производства Результаты разработок академика Красникова имеют значение особой важности для технологической безопасности Для повышения конкурентоспособности и обороноспособности России Академик Российской Академии Наук Валерий Александрович Тишков Директор Института этнологии и антропологии РАН Руководитель этнографической комиссии Русского географического общества Один из основоположников конфликтологии Валерий Александрович пользуется безусловным авторитетом в международном научном сообществе Академик Тишков внес огромный вклад в изучение исторического и этнокультурного разнообразия мира В исследовании истоков и содержания российской идентичности Его новаторские актуальные научные труды оказали огромное влияние на развитие гуманитарного знания Заслуженный работник культуры РСФСР Тамара Михайловна Мельникова Высочайший профессионал музейного дела, ученый и талантливый управленец Тамара Михайловна относится к славной когорте подвижников отечественной культуры За несколько десятилетий ее руководства Государственный Лермонтовский музей-заповедник Тарханы Превратился в крупный историко-ландшафтный комплекс Стал всемирно известным просветительским центром Где не только бережно хранят и популяризируют Литературное наследие великого русского поэта Но и возрождают этнографические традиции и народные промыслы Народный артист России Александр Николаевич Сокуров Один из самых талантливых, многогранных и узнаваемых кинорежиссеров России Его неповторимый творческий стиль Глубина художественного исследования, философия смыслов и образов Удостоены самых высоких оценок и на родине, и далеко за ее пределами Одинокий голос человека, Незотмение, Молох, Александра, Фауст Это и многие другие ленты Сокурова стали классикой отечественного кинематографа Особого уважения заслуживает общественная деятельность Александра Николаевича Которая связана с защитой архитектурного наследия Санкт-Петербурга Народная артистка России Чулпан Наилевна Хаматова Наделенная уникальным актерским даром Чулпан Наилевна Создала в кино и на театральной сцене десятки ярких выразительных образов Многие из них стали отражением самых волнующих общества тем Любви, взаимопонимания, сострадания и чести Эти же темы нашли отклик и в востребованных социальных проектах Которые ведет эта замечательная актриса Ее благотворительная деятельность воважает восхищение и уважение А имя Чулпан Хаматова стало символом истинного милосердия и неравнодушия Народная артистка Советского Союза Александра Николаевна Пахмутова Масштаб творчества и личности Александра Николаевны Изменяются искренней любовью и признанием миллионов людей И это неизменное почитание ее потрясающего таланта Длится уже более 60 лет Композитору Пахмутовой подвластны любые жанры Ее инструментальная симфоническая музыка входит в репертуар лучших мировых коллективов и исполнителей Но именно песни, которых более четырех сотен, принесли ей всенародную славу Ее мелодии раскрывают душу народа И потому близки и понятны многим поколениям А песня «Надежда» стала символом самых лучших и светлых стремлений Уважаемые лауреаты, дорогие друзья Поздравляю вас и всех граждан страны с Днем России 12 июня, безусловно, знаменательная дата в истории России Именно в этот день, ровно 25 лет назад, с принятием декларации о государственном суверенитете Было положено начало кардинальным преобразованием стране Они коснулись всех сторон жизни Политического и общественного устройства, экономического и социального укладов Мы знаем, насколько сложным и драматичным был путь этих радикальных перемен Какая воля, терпение, умение, умение воспринимать новое Потребовались всем гражданам страны на этом крутом историческом повороте Россия не только с честью преодолела труднейшие испытания Не только всего за четверть века совершила успешный прорыв в демократии и рыночной экономике Но и смогла утвердиться как современная, открытая и самостоятельная страна Мы не растеряли, сберегли саму суть и духовную основу российской государственности Сохранили уникальное национальное многообразие народа и его историческое единство Вековые традиции, преданности Отечеству и готовности отстаивать, защищать его свободу и независимость Его интересы Эти идеалы патриотизма настолько глубоки и сильны, что никому и никогда не удавалось и не удастся Перекодировать Россию Перекодировать, переделать под свои форматы Нас невозможно отлучить, оторвать, изолировать от родных корней и истоков Великая история нашей страны и ее богатейшие цивилизационные наследия И сегодня питают наши чувства Вдохновляют граждан России на новые свершения, открытия, триумфы и победы Такая преемственность поколений, творческое восприятие лучших образцов отечественной истории Истинное служение своему народу отличают всех сегодняшних лауреатов Государственной премии России Мы гордимся, дорогие друзья, вашими успехами в научной, культурной, просветительской деятельности Ваши впечатляющие достижения, безусловно, итог огромного напряженного труда Но понятно и то, что таких блестящих результатов можно добиться, если беззаветно любишь свое дело Если всецело преданы ему Если ощущаешь свободу и простор для созидания, творчества, для научного поиска Дорогие друзья, вы, безусловно, счастливые люди Потому что смогли в полной мере реализовать свой талант, интеллект и призвание Построили свою жизнь, опираясь на духовные и нравственные ценности И, поставив перед собой великие цели, принесли огромную пользу и славу Отечеству Искренне благодарю вас за труд, за высокую миссию служить России, обществу и нашему народу, людям Хотел бы сегодня сказать несколько слов о каждом лауреате Конечно, здесь уже было сказано, но позволю себе повторить некоторые вещи Государственная премия в области гуманитарной деятельности присуждена Александре Николаевне Пахмутовой Которую зал так тепло встречал Невозможно переоценить ее творческий вклад в развитие музыкального искусства И колоссальную роль ее личности в утверждении ценностей добра, мира, дружбы и гуманизма Песни Александра Николаевны легли на сердце ни одного поколения наших граждан Их можно смело назвать шедеврами Эти произведения не только наше уникальное культурное достояние Это история страны, написанная гениальным композитором, искренним патриотом нашей Родины История живая, яркая, масштабная, глубокая и одновременно душевная, щедрая, нежная и светлая У Александры Николаевны немало высоких званий Но она обладает и самой высшей наградой Любовью и уважением народа России Именно для него вы, Александр Николаевн, написали песни, которые помогают жить и верить в лучшее Большое вам спасибо за ваше творчество Среди сегодняшних лауреатов кинорежиссер с мировым именем Александр Николаевич Сокуров Его творчество настолько объемно, многопланово и разнообразно, что сложно переоценить, как все это может быть подвластно одному художнику Работоспособность и мощь таланта Александра Николаевича поражают и восхищают За 20 лет он снял около 40 картин Это и художественные, и документальные ленты Все его труды содержательны, наполнены смыслом, размышлениями, глубокими исследованиями проблем Каждый фильм отличает неповторимые авторские почерки и особая сокуровская интонация Зрители всегда ждут его новых работ И мы желаем Александру Николаевичу реализации задуманного и творческого вдохновения Широкое общественное признание получили творчество и благотворительные проекты Чулпана Наилны Хаматовой Одна из самых ярких, тонких, высокоодаренных актрис Она востребована и в театре, и в кино Но многие ценят и любят Чулпан не только за ее роли, многоплановые и блестящие Но и за ее благотворительную деятельность Основанный ею и актрисой Гиной Корзун фонд «Подари жизнь» завоевал абсолютное доверие общества Его деятельность бескорыстна и предельно прозрачна И это дает возможность привлекать сюда значительные финансовые средства, чтобы бороться за жизнь детей Спасибо вам большое, дорогие В год литературы лауреатом государственной премии стала Тамара Михайловна Мельникова 45 лет своей жизни она посвятила Лермонтовскому музею-заповеднику Тарханы Став его директором, приступила к воссозданию архитектурного и природного ансамбля усадьбы Применив смелые новаторские решения Ее талант организатора и ученого позволили не только провести качественную реставрацию музея Но и создать эмоционально переживаемое пространство В котором формировался характер и мировоззрение великого русского поэта Многолетняя кропотливая поистине подвижническая деятельность Тамара Михайловна и всего коллектива Тархан Обогатили теорию и практику музейного дела России Умение объединить традиции и инноваторства характеризует и работы выдающегося ученого Евгения Николаевича Каблова Разработанные им жаропрочные материалы нового поколения превосходят зарубежные аналоги Что является весомым вкладом в поддержание мирового лидерства нашей страны в приоритетных областях технологического развития Под руководством Академии Каблова Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов Вышел на позиции крупной инновационной структуры Здесь проводятся успешные научные исследования, в том числе по созданию материалов и технологий для новейших авиационных двигателей Развитию конкурентоспособности отечественной электроники посвящена и научная деятельность Геннадия Яковлевича Красникова Вся его жизнь связана с Институтом молекулярной электроники и заводом Микрон Здесь он прошел путь от инженера до генерального директора, стал известным специалистом в области физики полупроводников Научные исследования Академика Красникова позволили создать передовые уникальные разработки в области микроэлектроники Которые успешно применяются, в том числе для решения задач обеспечения национальной безопасности нашей страны Стратегическим вопросом только в другом гуманитарном преломлении посвящены и научные труды Валерия Александровича Тишкова Он автор метода этнологического мониторинга предупреждения и разрешения этнополитических конфликтов Работы Валерия Александровича по исследованию этнокультурного разнообразия мира во многих странах включены в список обязательный для студентов литературы Но особое значение они имеют для российской молодежи, для формирования ее культурного и исторического самосознания Коллеги высоко ценят энциклопедические знания, научную эрудицию и новаторские взгляды Академика Тишкова А его экспертные предложения были учтены при подготовке многих законодательных актов и концептуальных документов в сфере национальной политики Российской Федерации Дорогие друзья, каждый лауреат – это целый богатейший мир Это яркая, неординарная судьба и уникальная личность Но всех вас объединяет стремление идти вперед, работать с полной отдачей, достигать вершин профессии И это вам в полной мере удается Искренне благодарю каждого из вас и сердечно поздравляю с высоким званием лауреатов Государственной премии Российской Федерации Спасибо Указом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий 2014 года За разработку нового поколения высокотемпературных, конструкционных и функциональных материалов И создание высокотехнологичных малотоннажных производств Вручается Евгению Николаевичу Каблову Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники заседания В этот торжественный день благодарю вас, Владимир Владимирович, за столь высокую оценку моего научного труда Благодарен Совету за то, что успех мой разделяет ведущий научный центр ВИАМ Уже более 41 года с момента поступления на службу ВИАМ Сразу после окончания МАТИ занимаюсь материаловедением Разрабатываю высокотемпературные, конструкционные и функциональные материалы На всех этапах развития промышленности при создании новых образцов техники Роль материалов была определяющей Особенно важна роль материалов на современном этапе развития России Ее вхождение в шестой технологический уклад Для этого нам необходимы материалы уже нового поколения Они создаются на базе цифровых технологий На принципе неразрывности материал, конструкции, технологии ВИАМе уже созданы подобные материалы Они находят применение в различных отраслях промышленности Это особенно важно для обеспечения технологической независимости России В условиях, с которыми страна и экономика столкнулись в последний период Уважаемый Владимир Владимирович, могу с удовлетворением доложить Что поставленные во время вашего визита в институт в 2008 году задачи полностью выполнены ВИАМе создано 21 инновационное малотоннажное производство По выпуску 210 материалов и компонентов Закрывающие потребности промышленности, в том числе в плане импортозамещения Институтом накоплен серьезный научно-производственный кадровый потенциал Для того, чтобы стать межотрасливым центром по разработке широкой гаммы материалов нового поколения По моему мнению и опыт Курчатовского института это подтверждает Магистральным направлением развития отечественной науки является создание ряда крупных Межотрасливых национальных исследовательских центров на прорывных технологии Такая задача в области материалов и технологий вами поставлена И мы приложим все силы для ее успешного выполнения Спасибо Поздравляем всех вас с праздником, с Днем России За разработку полупроводниковых структур с управляемыми и стабильными электрофизическими параметрами Для современного микроэлектронного производства Государственная премия Российской Федерации вручается Геннадию Яковлевичу Красникову Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники торжественной церемонии Позвольте выразить искреннюю признательность вам, Владимир Владимирович, а также членам Совета по науке и образованию за высокую оценку моего труда Моя жизнь целиком принадлежит работе в области микроэлектроники Ни одна отрасль не изменила нас мир как микроэлектроника И самое главное, что в ближайшие десятилетия мир еще больше будет меняться благодаря работами в этой области Сегодня мы уже говорим о персональных роботах виртуальной реальности с элементами присутствия в искусственном интеллекте Благодарим вам, Владимир Владимирович, за постоянное внимание, которое вы оказываете в течение многих лет К такой важной проблеме, как развитие отечественной микроэлектроники Заверяю, что и дальше буду плодотворно работать во славу и благо России В заключение хотел бы поздравить всех с праздником, с Днем России Спасибо За достижения в области этнологии и социально-культурной антропологии Разработку метода этнологического мониторинга Предупреждение и разрешение этнополитических конфликтов Государственная премия Российской Федерации вручается Валерию Александровичу Тишкову Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, участники церемонии Я благодарен вам, господин президент и членам Совета по науке и образованию За присуждение мне самой высокой научной награды нашего государства Сегодня памятный день для российских этнологов и антропологов Тем более, что 17 июня день рождения Николая Николаевича Миклух Маклая И это день российского этнографа Представители нашей науки много сделали для познания традиций и обычаев народов мира И прежде всего для изучения и сохранения уникального российского этнокультурного разнообразия Мы работаем на взаимопонимание и согласие между народами разных культур и вероисповеданий Наш девиз – не навреди, то есть принеси своими трудами пользу людям Особенно людям той национальности, той культуры, которую мы изучаем Нам чужды национализм и ксенофобия Мы за гражданскую солидарность За межнациональное и религиозное согласие Все, что от нас зависит, будем делать для утверждения российского национального самосознания Общероссийского патриотизма При уважении и сохранении культурных традиций народов нашей страны Я лично признателен вам, Владимир Владимирович За поддержку именно этой формулы понимания России Ибо она единственная, которая может сохранить и развивать нашу страну Еще раз благодарю от имени ученых-гуманитариев Работающих в системе Российской Академии Наук С праздником! День России! Угазом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства 2014 года За комплексное восстановление музея-заповедника Тарханы Возрождение традиций усадебной культуры И популяризацию творческого наследия Михаила Юрьевича Лермонтова Воручается Тамаре Михайловне Мельниковой АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Владимир Владимирович, Благодарю вас за такую высокую оценку моей работы. Здравствуйте! Уважаемые друзья, работа моя приносит мне очень много радости, как вы понимаете, потому что связана с творчеством и личностью Михаила Юрьевича Лермонтова. И вы знаете, чем больше знакомишься с Лермонтовым, больше понимаешь, что он совершенно неисчерпаем и что сейчас для нас очень важно, он современен. У него можно найти массу подтверждения этому, но я приведу для вас только одно его выражение. Мы должны жить своей собственной жизнью и внести бытовое наследие в общечеловеческое. Зачем нам тянуться за Европой и всем французским? Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в глубину их мировоззрения. Там, на Востоке, тайник высоких откровений. И можно быть уверенным в том, что, повернувшись лицом к Востоку, Россия получит много интересного и много полезного. Благодарю вас еще раз. За вклад в развитие отечественного и мирового кинематографа Государственная премия Российской Федерации вручается Александру Николаевичу Сокурову. Я хочу поблагодарить за труд понимания. И я понимаю, что на этом месте могли быть и другие мои уважаемые коллеги. Так случилось, что на этом месте сейчас я. Сердечная благодарность моя всем моим коллегам, которые поняли меня. Вроде бы сегодня праздник, а на душе тревожно. Отечество наше идет по тяжелому, трудному пути. Никто не знает, что нас ждет впереди. И я хотел бы просить Бога, чтобы Он нас уберег от ошибок. И попросить Бога, чтобы Он уберег наших солдат и наших офицеров. И чтобы жизнь их уберег, и чтобы все у нас было бы по-человечески. Бог нам всем в помощь. Моя сердечная благодарность за столь высокий труд. Батареус. За вклад в развитие отечественного театрального и киноискусства Государственная премия Российской Федерации вручается Чулпан Наилевне Хаматовой. АПЛОДИСМЕНТЫ Указом президента Российской Федерации Государственная премия Российской Федерации 2014 года за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности вручается Александре Николаевне Пахмутовой. Аплодисменты. Спасибо большое за эту высокую награду. Спасибо за внимание. Спасибо. Поскольку это относится к музыке, это имеет значение не только для меня. Аплодисменты. Он установил работу хоровое общество. То есть это люди от Владивостока и до Калининграда будут петь, будут встречаться, будут петь самые разные песни. И вы знаете, вот, например, 9 мая, в самый центральный день нашего празднования Победы, в Большом театре был концерт. Был оркестр Мариинской оперы, был наш многоуважаемый маэстро Валерий Гергиев, и был хор. Мне очень жаль тех, кто это не слышал и не видел. Это более тысячи певцов, ну, начиная там лет с 7-8 и немножечко постарше. Вот они все стояли на этой сцене. Почему я вам это рассказываю? Много рассказать можно, много. Но почему я это хочу сказать? Вот когда вот малыши, представляете, это историческая сцена Большого театра, это оркестр. И когда это маленькие запели «Вставай, страна огромная», служить без слез не только женщинам и мужчинам было просто невозможно. Какая это сила и какое это чудо искусства. Я уже жалею, что этот концерт не снимали и не передавали по телевидению. Очень жаль. Понимаете, потому что важно, вот такое яркое, интересное. Это необходимо знать, потому что у нас страна невероятно богатая, невероятно талантливая. И вот Россия и Советский Союз дали миру столько песен, сколько, наверное, ни одна другая страна. Поэтому вот такие концерты, такие моменты, конечно, нельзя пропускать. Нужно, чтобы это видели. Понимаете, у нас известно еще, что, конечно, в стране есть газ, нефть и всякие другие замечательные ископа. Это очень хорошо. Но у нас страна редкая по количеству людей талантливых, интересных. И мы должны сами лучше друг друга знать и лучше любить и уважать друг друга. Вот, понимаете, сейчас мы с вами проводим такое собрание, а где-то бегает маленький мальчик, который лет через 25 всколыхнет всю планету какими-то интересными сочинениями. Это будет в России обязательно, даже раньше, наверное. Понимаете, вот мне посчастливилось вот эти годы познакомиться, подружиться и работать с солистами, молодыми солистами Большого театра и с участниками молодежной оперной программы Большого театра. Это удивительно талантливые люди. Их уже ждут. Их уже ждут в других оперных театрах. Но они поют здесь, они великолепно поют не только оперные партии, они великолепно поют песни. И хотелось бы, чтобы вот не только мы, москвичи, чтобы люди, ну, чтобы Сахалин это слышали, чтобы это знали, потому что это всё редкое явление. Об этом можно говорить много. России предстоит большой интересный путь. И будут светлые дни, и будут трудные дни. Ну, очень хотелось бы, чтобы музыка всегда была родной, близкой и необходимой России. Понимаете, это будет всегда в помощь. И в радости, и в трудностях всегда музыка будет помогать. Потому что она бессмертна. Ну, как бессмертна и сама Россия. Спасибо. Счастья всем. Всех с праздником. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, позвольте ещё раз поздравить наших лауреатов. Очень приятно, что сегодняшние лауреаты, люди разных поколений, разных направлений деятельности, уверен, что пока у нас есть такие лауреаты, такие люди, как наши сегодняшние лауреаты, нас ждёт только успех. Александр Николаевна сейчас говорил про сводный хор, который так красиво и эмоционально с помощью хорового творчества и искусства передаёт свой эмоциональный настрой отношения к стране. Но в последнее время, я думаю, что вы со мной согласитесь, вся наша страна показала, что она может действовать в унису. И если мы будем работать с вами так же и в будущем, нас неизбежно ждёт успех. С праздником! С Днём России! С Днём России! С Днём России! С Днём России! С Днём России!